Цифра во всем. Онлайн-школы и электронные документы. Сегодня этим никого не удивишь. Пандемия ускорила цифровые процессы. Учеба, документы, работа чиновников. Премьер Мартынов подвел итоги ускоренной цифровизации. Март 20-го. Школы раньше срока уходят на каникулы. Потом дистанционка и сразу масса проблем. В школах не хватает компьютеров, интернет не тянет, учителя просто не знают, как вести уроки. Начинают глобальную цифровизацию. Две трети школ получают оптоволокно, закупают почти две тысячи компьютеров. Создают общий онлайн-сервис, электронную школу Приднестровья. И все это в сжатые сроки. Помогает и бизнес. И, конечно, я бы хотел поблагодарить компанию Интернестрком, Агропромбанк, лично Лупашко Сергея Валентиновича за очень весомый вклад в организацию этого процесса. Также компанию ЕРС, специалисты которой в относительно короткие сроки смогли оборудовать достаточно много точек доступа в школах нашей республики для того, чтобы это все в комплексе заработало. При правительстве в апреле 20-го создали Координационный совет по образованию. Он продолжает работать. Все решают оперативно. Сейчас дистанционка – часть жизни. Как и электронные документы, к концу прошлого года десятки справок доступны онлайн. Портал Госуслуг быстрее развивается, именно в пандемию. Число пользователей выросло почти в два раза. На цифру переводят министерства и ведомства. С прошлого года весь обмен документами онлайн. Это часть админреформы. Прошлый год демонстрирует стремительный рост по этим направлениям. В этом году все это продолжается. Но именно 2020 год стал таким годом основного рывка в направлении цифровизации государственных услуг и введения именно практики электронного документа оборота между органами государственной власти. В Приднестровье вводят электронную подпись. Она доступна для всех, а министерства и госадминистрации теперь в телеграм-каналах. Быстро сообщают о работе и планах.